доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик сегодня мы поговорим о новости о событии которое произошло несколько дней назад две европейские страны спасли израиль от внеочередной резолюции евросоюза нужно отметить что эти две страны это чехия и венгрия две страны которые наложили вето на инициативу евросоюза по поводу того чтобы запретить европейским странам перемещать свои посольства и открывать свои посольства в иерусалиме нужно отметить что в чем был смысл создания такой резолюции если каждая из европейских стран имеет право наложить на это вето надо отметить что до этого эти же две страны плюс румыния как при переносе американского посольства наложили тоже вето на резолюцию осуждающую америку которая перенесла свое посольство из тель-авива в иерусалим соответственно открыла новое посольство в иерусалиме надо отметить что достаточно странная резолюция достаточно странный шаг со стороны евросоюза но мы видим что эти две страны а именно венгрия и чехия которые сразу вслед за американской открыли свои торговые представительства в иерусалиме и соответственно заявили о том что они планируют переносить свое посольство в иерусалим для чего в евросоюзе пытались принять эту резолюцию непонятно потому что как я сказал немного ранее каждая страна могла наложить вето нужно отметить что эти теплые взаимоотношения между румынии скажем венгрии и чехии с израилем имеет под собой интересную почву в первую очередь в этих странах большинстве своем уже на протяжении некоторого времени правят достаточно правые партии правы венгрии это право националистические партии которые достаточно тесно сотрудничают с правым лагерем в израиле достаточно тепло сотрудничают устраивают встречи и укрепление взаимоотношений укрепление торговых экономить торгово-экономических отношений надо отметить что левый лагерь который представлен в израиле очень часто именно наоборот крица диаметрально наоборот относятся к венгрии чехии соответственно к их лидерам которые иногда надо отметить в той же венгрии иногда высказываются против допустим господина сороса который по происхождению венгерские евреи который представляет левый лево либеральный лагерь в америке который спонсирует благодаря своему фонду достаточно много разрушающих или провокационных структур в том числе и в европе в том числе и в израиле соответственно когда левые левые депутаты или левые крица представители гос госдепмиссий государство израильских депмиссий выступают с осуждением и тех или иных высказываний антисемитского рода то они приравнивают это просто к антисемитизму надо отметить что антисемитов достаточно во всех структурах как мы говорили в предыдущих видео везде хватает антисемитов в европе и невозможно требовать от крица от народов и сава от крица европейских стран чтобы они любили евреев но тем не менее есть структуры которые благодаря тому что они тесно сотрудничают с нынешним правительством тесно сотрудничают с правым лагерем соответственно они выступают на европейской арене и поддерживают израиль заступаются за него с нашей стороны мне хотелось бы сказать что есть очень серьезный важный закон закон торы что тот кто благословляет авраама или потомков авраама соответственно еврейский народ будет благословен я хочу пожелать этим прекрасным странам и чехии венгрии румынии и всем другим странам которые поддерживают израиль и сегодня формируют так называемый так называемый блок здравомыслящих людей с блок здравомыслящих сил как мы говорили в других видео пожелать им удачи пожелать им благословения потому что защит защищая израиль они рискуют и своей экономикой они рискуют и своей своей как говорится популярностью на европейской арене но если силы есть люди которые смотрят по-другому чувствуют и видят что еврейский народ он в израиле он должен в израиле делать свою работу полный детальный обзор данной новости вы можете найти в описании к этому видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео другими видео с друзьями мы с божьей помощью будем видеть большие чудеса в нашей прекрасной стране и в мире в частности всего доброго до скорых встреч